Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы слушайте меня, пожалуйста. Аня? Мама девочки. Мы с ней с детства знакомы. И в ее действиях очень много личного. Она не понимает. Но вы же знаете, Маша в дороге умрет. Этого нельзя делать! Лучше, если она умрет здесь? Ты об этом подумала? Или ты не можешь сейчас ни о чем думать? Похоже, Денис, мы тут единственные нормальные люди. Денис, что ты... Я думаю еще и о клинике. И о том, с чем нам придется столкнуться, если девочка здесь умрет. А так... Это будет не наша ответственность. Что ты говоришь таку? Тыквенный суп с гречкой в холодильнике. Тыквенный с гречкой? Суп отдельно, гречка отдельно. Будешь разогревать, пожалуйста, не забудь бросить отбивную в микроволновку. В гречку, не в суп. Я как-то и сам понял. Отлично. Лешика отвезешь на четыре на футбол, на стадион. А у Паши в половине пятого хип-хоп в студии. И проследи, чтобы они сделали домашнее задание. Леша, проблемы с дробями. С математикой. Дроби надо повторить. Да не нужны мне эти дроби. Я футболистом буду. Конечно, будешь. Но дроби все равно повторите. Света, ты... Я, конечно, это все сегодня сделаю, но я работаю вообще-то. Конечно, работаешь. Проследи, чтобы Леша принял душ после футбола. Мама, ты не забыла? Мне нужна поделка в школу. Точно. Заедете в магазин, купите модель домика и акриловые краски. Хорошо? Света, когда я это все успею? Вадичек, ты все успеешь. Потому что ты самый лучший в мире муж и мировой отец. Пап, ты теперь будешь вместе с мамой супергерой. Света. Держитесь, мальчики. Иду. Ну что? Полетели. Пошли. Девушка, кабинет УЗИ на каком этаже? На третьем этаже, слева по коридору. Нет, простите, на четвертом в конце, кажется. УЗИ на пятом этаже напротив лифта. Спасибо. Спасибо. Когда ты уже выучишь? На третьем анализа. На четвертом МРТ и коронарография. Изучай. Мам, хочу в больницу. Не люблю больницу. А мы не в больницу идем. Мы к папе. Не хочу к папе. Хочу в лунопарк. Мы в лунопарк пойдем после того, как поговорим с папой. Хорошо? Поговори по телефону. Добрый день. Здравствуйте, Алина. Присмотрите за детьми. Я на одну минуту в уборную. Конечно. Не переживайте. Спасибо. Ну, вижу, мне есть. Дай, дай, дай мне. Детки, потише. Детки. Ой, Боже. Что? Что такое? Что такое? Что случилось? Ножка болит. Ножка болит. А давай посмотрим. Покажи. Меня зовут Света, а тебя как? Вика. Виктория. Имя как у настоящей королевы. Она слегка ушиблась, но позови мне сестру. А давай мы с тобой поколдуем и все пройдет. Давай. Убирайся, злой синяк, не тревожь меня никак. Давайте вместе, а? Убирайся, злой синяк, не тревожь меня никак. Фух, фух, фух! Тихо-тихо-тихо-тихо! Простите. Я, я здесь первый день. Я, я знаю, что чужих детей трогать не принято, но малышка ударилась, я хотела как лучше… И все в порядке, сейчас придет медсестра. Все нормально? Не нужно медсестры, спасибо. Я обязательно передам мужу, как вы хороший специалист, Работают у него на рецепт-шене. Вы медик? Не совсем. Но я училась в медицинском на травматолога. Но почти сразу вышла замуж и ушла в декрет. У меня, кстати, тоже двое. Да. У меня практически такая же история. Мам, мам, идем. Пойдем. Хорошего дня у меня. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Знаешь, кто это был? Нет. Жена Крестовского. Владельца клиники. Ладно. Хорошо. Ань, послушай меня, пожалуйста. Я не могу чувствовать того, что чувствуешь ты сейчас. У меня нет своих детей. Ты можешь не верить мне и не доверять моему мнению. И, наверное, ты права. Есть другие врачи, которые могли бы помочь Маше. Но сейчас уже так сложилось, что ее просто нельзя никуда перевозить. Она этого не переживет. Ты понимаешь? Медикаментозный сон не останавливает процессы. У нее нет времени. Аня, я прошу, подумай еще раз. Пожалуйста. Я клянусь, я сделаю все, чтобы спасти твою дочь. Хорошо. Я согласна. Завтра утром будем оперировать. Спасибо. Я утром села за руку. И поняла, не, не доеду. Сердце выскакивает, в глазах туман. Как будто еду на экзамен и не выучила ни одного билета. Я даже не думала, что буду когда-то так волноваться из-за работы. И что? Как день прошел? Могло быть и хуже. О, это прямо наш девиз сегодня. Ты знаешь, я поначалу не верила во всю эту затею. Мне казалось, что из-за меня ничего не выйдет. Но сейчас я собой довольна. И ты бы видела Вадика, когда он с малыми пришел у Мора. А я его таким еще никогда не видела. Да. Ему теперь точно не до этих малолетних коз. Мария, что с тобой? Это ты из-за него? Нет, это не то, что ты думаешь. С ним связано только то, что это его дочка. И сегодня я пообещала спасти эту девочку. Ты не представляешь, как мне сейчас страшно. Таких операций у нас еще никто не делал. Гарантий нет. Если. Если. Ещё Денис. Ладно, я не хочу об этом. Так, Марина, никаких «если». Я понимаю, что ты волнуешься и переживаешь. Но ты врач от Бога, и ты сама это знаешь. Поэтому сейчас ты пойдешь домой и сразу ляжешь спать. А утром проснешься и проведешь лучшую операцию в своей жизни. Все будет хорошо, слышишь? Слышу. Так и сделаю. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Алло, котик, да, привет. Я уже готова. Ого, как приятно. Значит, так и не пришел. Нет, не пришел и трубку не берет. Гад, конечно. Но это я тоже рано победу праздновала. Не люблю фразу, а я говорила, но с женатиками связаться себе дороже. Слушай, Вероника, да плюнь на него? Вычеркни. Да уже нет. Не дождется, я от него не отстану. Ладно, Жанка, давай. Ты сейчас просто ничего не делай. Это решение родителей, их можно понять. Если что-то пойдет не так, ни на тебе, ни на твоей драгоценной Мариночке это не отразится. Есть директор. С него и спрос будет. Это даже хорошо, что Климов задержался. Ну, а если операция пройдет успешно, твоя жена будет иметь свою минуту славы. Клиника тоже. В таком случае это совсем не на руку. То, что Климов, как ты выражаешь, задержался. Если все пройдет успешно, то неизвестно, как это отразится на мнении акционеров и как начнет развиваться. Денисочка, ну ты же сам отказался от предложения Крестовского? Так надо было. Марина бы меня никогда не простила. А я люблю ее, понимаешь? И ссориться с ней не хочу. Ну и она известный врач, с отличной репутацией. И то, что мы столько лет вместе, это не менее важно для моей карьеры, чем твои связи с Крестовским. Вот почему ты не удержала язык за зубами? Я же тебя просил. Ну, прости. Прости, сыночка. Все понимают, что дни Климова на этой должности сочтены. Наберись терпения. Сейчас просто нужно посмотреть, как будут развиваться события. а там видно будет. День insectide. Один скрестудный взгляд. Трудный взгляд. Доfield. Открыть этот взгляд. У fest и campaigns. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да, спасибо большое. Всего доброго. До встречи. Доброе утро. Здравствуйте. Денис Андреевич, подпишите, пожалуйста. Я пойду. Мне нужно к операции готовиться. Спасибо. Все будет хорошо. Удачи. Стерна, Том. И подготовьте кусачки лювера. Удачи. 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 Мы все проверили. Работает. Добрый час, Марина. Пусть все получится. Удачи. Удаляем воздух. Заполняем сердце кровью. Пятьдесят процентов. Семьдесят. Есть. Запускаем. Удачи. Отключайте. Давление падает. Острая дыхательная недостаточность. У нас есть еще семь минут. Эпинифрин внутривенно. Живи. Ну, живи же. Остановка сердца. Не страшно. Удачи. Машка сильно она справится. Вот увидишь. Искусственное сердце работает в штатном режиме. Низкое артериальное давление. Дыхание прерывистое. Фонарик. Реакции на свет нет. Зрачки сужены. Отсутствует активная мозговая деятельность. Неужели мы не успели? Она пробыла без кислорода. Всего две минуты. Вместо плановых тим. Успеть-то мы успели. Но только организм сильно ослаблен. У нее атоническая кома. Тихо. 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 Привет. Что ты хотела? Как что? Поговорить? Садись. О чем? Мы должны были уехать на выходные. То есть сам предложил, потом трубку не брал, и я начала переживать. Стоп. Значит, послушай меня внимательно и запомни. Звоню тебе я. Тогда, когда у меня есть время и желание. Да, просто что-то случилось. Да ничего не случилось. С чего ты вдруг взяла, что можешь звонить мне по вечерам? Мы с тобой о чем в самом начале договаривались? Без обязательств. Да. Я женатый человек. Ты это знала. Что вдруг изменилось? Ты сам предложил, чтобы мы уехали. Вот я и позвонила. Что ты такой? Ну, мало ли, что я тогда сказал. Настроение было такое. А знаешь, я думаю, что мы с тобой на этом закончили. Забудь мой номер и больше никогда мне не звони. Ясно? Заходи. Синис, подожди. Синис, подожди. Ну, хорошо. Ты со мной просился, дорогой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Еду со встречи. Как прошло? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так, успокойся, возьми себя в руки, я уже еду. Да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК И когда она может прийти в себя? Эта кома третьей степени никто не знает. Но из нее выходит. Вы должны верить. А если... если она не выйдет? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Терминальная кома. Затем смерть мозга. Мне очень жаль. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я знала. Я чувствовала. Это ты ее убила. Ты убила мою девочку! КОНЕЦ Денис Андреевич Я с самого начала был против этого эксперимента Вы хотя бы понимаете, чем это грозит клинике? Да кома еще не смерть Мы вытащим девочку Хватит Я это уже слышал от Марины Сергеевны Сейчас нужно думать Что нам со всем этим делать Кто будет за это отвечать? Я отвечу Сейчас не об этом нужно думать, а о жизни ребенка Так, Юрий Евгеньевич прав Сейчас нужно думать о клинике и о ее репутации Я предлагаю прямо сейчас сделать официальное заявление о том, что Операция была проведена на самом высоком уровне Но, скажем так, некоторые действия Напрямую связанные с компетенцией директора Были несколько поспешными Скорее всего, имела место излишняя самоуверенность Денис, ты сейчас серьезно? Что? Вам плохо? Что? Что, сердце? Срочно кардиологическую бригаду вызывайте Все, все, все Окно открой Дайте послушать Дайте послушать Дайте послушать Кардиологическую Ко мне в кабинет Срочно Ага Сейчас Так Быстрее, быстрее, девочки Я все-таки предлагаю, что сейчас самое подходящее время сделать заявление Сказать, что операцию провели на высоком уровне Наше изобретение работает Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Мариша, вставай. А я тебе сырничков приготовила. Таких, как ты любишь. Кофе заварила. Вставай, сынушка. Я тебя жду. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так. Держи. Мариш, ну что, какие планы на сегодня? Грандиозный. Навестить Климова и написать два заявления. На развод и на увольнение. Не пожалеешь потом? О чем именно? Ну... Может быть, не нужно так резко? Может, он ошибся? Мне, мам, честно говоря, уже все равно. Я с ним не жить, не работать не собираюсь. Я не хочу больше об этом. Хорошо. Как скажешь. Приятного аппетита. Спасибо. Очень вкусно. Пожалуйста. Кардиоцентр, слушаю. Первичный прием у доктора Почаевой. Сегодня в 12.30, завтра в 15.00 и в 15.30. Ваше имя. Отлично. Вы записаны. До встречи. Добрый день. Добрый день, Денис Андреевич. Денис Андреевич. Что ты тут делаешь? Зашла посмотреть, как она. Аня, прости меня. Я представляю, что ты сейчас чувствуешь, что ты вообще можешь представить. Что ты вообще можешь понять. Что ты можешь понять! Мариш, ну, наконец-то! Я с ума схожу! Почему на звонки, на сообщения не отвечаешь, а? Ну, и что это? Здесь нет даты. Я буду работать до тех пор, пока... пока Маша не придет в себя. Но потом я ухожу. Если она придет в себя. Ты это хотела сказать, да? Я просто хотела предупредить тебя, как нового директора клиники. И еще. Я подаю на развод. И надеюсь, что мы сможем договориться обо всем, как нормальные цивилизованные люди. Марин! Постой! Постой ты! Что ты творишь? Что ты поверила какой-то там фотографии? Какая-то ненормальная! Прислала! Сейчас все что угодно можно подделать! Дело не фотографии. Просто за последнее время я поняла, что мы с тобой совершенно разные люди. Ага. С разными целями и отношением к жизни. После всего того, что произошло, я не хочу обманывать себя, я тебя не хочу обманывать. Между нами больше ничего нет. А я, кажется, понял, в чем причина. Это все из-за него, да? Как только он появился, ты сразу стала вести себя как-то иначе. Вся эта борьба за жизнь этой бедной девочки. Все только для того, чтобы затащить его в постель. Как жалко, что не удалось. Или удалось, а? Значит так, сейчас успокоишься и пойдешь туда, куда шел. Услышал? Фотографии-то настоящие. Настоящие. Иди давай. Просто, чтобы ты была в курсе. За все эти годы у меня таких, как она, было ой, как много. А знаешь почему? Мне уже все равно. Потому что для тебя вот это вот все намного важнее, чем я. Спасибо, Саша. Прости за этот концерт. Нет, все нормально. Я даже рад, что оказался рядом. У вас с ним явно не все хорошо. У меня сейчас везде не все хорошо. А с ним просто... А с ним просто все закончено. Саша. Я виновата так перед тобой. Перед всей вашей семьей. Я знаю, что вы, Саня, можете меня ненавидеть. Просто я хочу, чтобы ты знал. Мы сделали все, что могли для Маши. Я верю, что она придет в себя. Послушай, ты ни в чем не виновата. Я привез свою дочь к тебе. Потому что бесконечно верю в то, что никто не смог бы провести эту операцию лучше тебя. Никто бы и так не боролся за Машу. Ты знаешь, я... Все эти годы очень жалел, что поступил тогда так безрассудно. И сейчас... Самая прекрасная в моей жизни, это и есть моя дочь. И я не могу ее потерять точно так же, как потерял тебя. Саша, ты должен верить. Маша придет в себя. Она очнется. Да. Да, Ань. Что? Ань, Ань, успокойся, Ань, говори медленно. Что, Маша? Я бегу. Маша пришла в себя. Маша. Вместо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ваня, к тебе гости. Иван Федорович, Маша из комы вышла. Вот это новость. Нюш, ты слышишь? Маша пришла в себя. Спасибо, Мариночка. Это для Ванечки лучшее лекарство. Ну, какая же она молодец, наша девочка. А я в нее верил. А что, Крестовский знает уже? Наверняка. Какая разница? Мариночка, садись. Садись. Что ты все время стоишь? Садись. А вы? Да ну, я уже столько насиделась в эти дни. Садись. Хорошо. Иван Федорович, я решила уволиться. А как же твой муж? Как-нибудь потом расскажу. Сейчас не хочу. Мне позвонили из медицинской академии. Просили возглавить кафедру кардиологии. Ну, я отказался. Да и Нюша как-то. А сейчас вот подумал, а почему бы и нет? Пойдешь со мной. Нет, ну, ну вот я так и знала. Да я же ничего еще. Что ничего? Да знаю я твое ничего. Ну, как так можно? Едва на ноги встал уже преподавать. Эти твои студенты, они тебе окончательно заездят. Извините. Саш, почему ты здесь? Вот тебя жду. Я не спрашиваю, откуда я знаю, что ты сейчас у мамы. Просто знаю. К тому же ты не дала мне выбора. По телефону говорить не хочешь. Значит так, первое. А тебе привет от пациентки? Она уже у нас почти бегает. Я очень рада. И второе. Вот. Это тебе. Саша, ты лишний. Слушай, это самое малое, что я сейчас могу для тебя сделать. Я хотел бы сделать для тебя намного больше, Марин. Я люблю тебя. Я сделаю все для того, чтобы ты меня простила. Саша, прости, но нет. Я уже два раза это пережила. Третьего раза не будет. Я не держу на тебя обиды, я ни о чем не жалею. Просто все закончилось. Прошлое должно оставаться в прошлом. Ну, и он затеял реорганизацию. Закрыл все программы Климова. Сократил штат. Естественно, посыпались жалобы от пациентов и персонала. Меня тоже хотели уволить. Но Алина же на Крестовского за меня вступилась. А с ней ты где успела познакомиться? Да не просто познакомиться. Мы с ней почти подружки. Было дело, в общем, не важно. Главное, она говорит, что Крестовский недоволен Денисом и будет его снимать. Жаль. Он очень хотел быть на этой должности. Мне правда жаль. А мне нет. А ты как? Я? Хорошо. Начинаю все сначала. Опять. Через неделю выхожу на работу. Нашла себе новую квартиру неподалеку от мамы. Большая, светлая. Пройдешь на новоселье? Спрашиваешь. Мариш, ну а с Сашей не пожалеешь, что так? Нет. Все, что я могла сделать для него и его семьи, я уже сделала. Я хочу идти дальше. Точка. Дениска, вот только не надо травматизировать ситуацию. Ладно? Поверь, Марина, все будет хорошо. Я тебя уверен. Все будет хорошо. Дениска, вот иди отсюда. Прим향. ТОМОН Субтитры подогнал «Симон» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет, Рысь. Привет. Как на новом месте? Нормально. Ты ко мне? Да, мне нужно с тобой поговорить. Во-первых, я хотела извиниться за то, что наговорила тебе тогда. Принято. А во-вторых? Присядем? А во-вторых, я сегодня улетаю. У меня новый контракт. Да и засиделась я тут. А как же Маша? А Маша остается с папой. Я им не нужна. Так было всегда. Они вдвоем, а я отдельно. Но на самом деле я не об этом хотела поговорить. Ты знаешь, я ведь всегда завидовала тебе. Твои увлеченности, твоему азарту. Ты всегда знала, чего ты хочешь. И вот сейчас ты на своем месте дочку мою спасла. Видишь, как бывает. А у меня никогда не было, чтоб я вот так вот сильно чем-то горела. А как же пирамиды, Тадж-Махал? Трасса 66? Да, я там побывала. И уехала, не оставив следа, как тысячи других туристов. Вот такая мимолетная жизнь. Марина, Рысь, он любит тебя. И всегда любит. А я? Просто нам хотелось покорить мир. И казалось, что вместе мы это точно сделаем. Но, как выяснилось, двум мечтателям вместе не ужиться. И Сашка это сразу понял, как только ты от него ушла. Да и я поняла. Только я тогда уже Машкой была беременна. И не хотелось признавать поражение. А сейчас уж что терять? Он остаётся. Переводит из Мюнхена центральный офис своей компании. И будет работать со старым партнером. И мне кажется, он делает это не случайно. Вы можете быть счастливы. Если ты этого захочешь. Это всё, что я хотела тебе сказать. Мне кажется, я это должна тебе. Я хочу выдержать! цы Продолжение следует... Продолжение следует... Рысь? Я. Прости, но у нас тут даже и присесть негде. Так и не нужно. Продолжение следует... Значит, это правда? Ты решил остаться здесь? Ну да, это правда. Почему? Потому что я хочу быть рядом с тобой. Рысь, каждый день, все эти годы я думал о тебе и клял себя за то, что все испортил. Рысь, я люблю тебя. Я хочу быть с тобой. И я сделаю все для этого, если ты дашь мне хотя бы еще один шанс. Принесла. Так, держи. Ага. Рена Сергеевна, пить хотите? Спасибо, Машенька. А, да, спасибо, Маша. Что ты, как ты? Все хорошо. Ну что, я так понимаю, вам здесь нужна помощь? А у меня как раз свободное утро. Да, нам здесь помощи не помешает. А то мой партнер где-то застрял. А нам тут надо организовать пространство. Вдумайся, на пятьдесят человек? Вот как вот здесь? Ого, правильно? О, да. Здесь я еще понимаю, здесь будут у меня люди сидеть. Здесь тоже по три человека может посадить. Там кого-то. Красивый вид из окна какой. Ага. Очень красиво. А что там будет? А там что у нас будет? А кто здесь будет сидеть? А пойдемте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА